Ровно 20 лет назад были открыты месторождения имени Юрия Корчагина и Хвалынская. Спустя еще пять лет — крупнейшее месторождение в российском секторе Каспия имени Владимира Филановского. Нефтяная компания «Локойл» на месторождениях имени Юрия Корчагина и имени Филановского, который находится на шельфе Каспийского моря, прилегающему территориально к Калмыкии, недалеко от поселка Артезиан, добыл уже 35 млн тонн нефти. Объем добытой нефти с двух месторождений имени Филановского и имени Корчагина в 2020 году превысил 7 млн тонн. Кроме того, продолжается обустройство месторождения имени Грейфера, а это еще миллион тонн нефти в год. Шума налогов «Локойла», ожидаемая к уплате в 2020 году, составляет почти 3,8 млрд рублей. Тогда как с 2009 года «Локойл» уже перечислил в бюджет Астраханской области свыше 32 млрд рублей. А теперь давайте разберемся, почему Калмыкия ничего не получает от «Локойла» и кто в этом виноват. Первое соглашение о сотрудничестве было заключено между «Локойл» и правительством Республики Калмыкия в далеком 2007 году. Потом в 2013 году было заключено новое соглашение о сотрудничестве между правительством Калмыкия и «Локойл» о разработке нефтегазовых месторождений на территории Республики. В 2019 году было заключено очередное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между «Локойлом» и Республикой Калмыкия. Документ направлен на рост производственного потенциала и улучшение инвестиционного климата в регионе, развитие минерально-сырьевой базы, рациональное использование природных ресурсов, улучшение экологической обстановки. Кроме того, в рамках подписанного соглашения «Локойл» продолжит оказывать поддержку в реализации благотворительных проектов на территории Калмыкии. Ни одно из соглашений официально не публиковалось и не представлялось для обсуждения общественности. Что мы имеем в итоге от всех этих грандиозных планов по сотрудничеству с «Локойлом» за 13 лет? А то же самое, что имели индейцы Южной Америки от конкистадоров. С 2018 года «Локойл» добывает на Калмыцком шельфе в месторождении имени Филановского около 6-7 млн тонн нефти в год. Уплата налога на имущество за расположенное в Каспийском море имущественный комплекс «Локойла» на 2018-2020 годы в бюджет Астраханской области составит 9,2 млрд рублей. За период с 2009 по 2017 год налоговые отчисления в бюджет Астраханской области превысили 19,8 млрд рублей. Пока «Локойл» пополнял с 2009 года бюджет Астраханской области на 32 млрд рублей, нищая Калмыкия с госдолгом перед коммерческими банками в 6,5 млрд рублей предоставила налоговых льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль для компании, которая только официально задекларировала в 2019 году 1,3 трлн рублей, уплаченных в бюджеты Российской Федерации налогов. Закон Республики Калмыкия от 29 декабря 2003 года о налоге на имущество организации с изменениями на 16 декабря 2019 года. Закон Республики Калмыкия от 4 марта 2014 года об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Республики Калмыкия для отдельных категорий налогоплательщиков с изменениями на 16 декабря 2019 года. В соответствии с данными законами калмыцкое правительство и все руководители Республики лишили Республику налоговых поступлений в бюджет от имущественного комплекса береговых сооружений на территории Калмыкии. Уважаемые земляки, теперь понятно, почему Хасиков в декабре 2019 года замарал лицо нефтью и отбивал колени перед руководством, перед третьесортным руководством компании «Лукоил». Теперь разберемся с шельфом. Почему налоги в размере 32 млрд. рублей пополняют бюджет Астраханской области? Если посмотреть все географические карты и расположения, то шельф, на котором находится месторождение имени Филановского и Корчагина, прилегает к территории Калмыкии. Все нефтепроводы и береговые коммуникации выходят и находятся на территории Калмыкии. Их почему-то не тянут за 200 км в Астрахань. Зато 32 млрд. рублей чудесным образом пополняют бюджет Астраханской области и шельф, на котором находится месторождение. Был каким-то волшебным образом «Подшумок» отнесен к Астраханской области. Таким образом, Калмыкия «Подшумок» была лишена части территории, на которых находятся нефтегазиносные месторождения и основных налоговых поступлений в размере 32 млрд. рублей. Только от компании «Лукойл». Все эти непубликуемые и недоступные для широкой общественности соглашения о сотрудничестве с «Лукойлом», начиная с 2007 года, это просто узаконенный грабеж попуасов средь бела дня замен бус. Всего на бусы замен 35 млн тонн добытой нефти «Лукойл» потратил совместно на благотворительность в Астраханской области и Калмыкии порядка 374 млн рублей. Да, земляки, мы все с вами папуасы, и это еще мягко сказано. Все это Савардакенов вытащил и проанализировал из открытых источников, послушав выступления и ответы председателя правительства и первого заместителя председателя правительства, министра финансов на последней сессии «Хурала». Они оба не владели темой по вопросам размера и причин выпадающих налоговых доходов от добываемой «Лукойлом» нефти. Уважаемые земляки, само собой возникают вопросы. 1. Как шельф, территориально прилегающий к территории Калмыкии, стал относиться к Астраханской области? 2. Почему депутаты Народного Урала не поднимут вопрос о законности передачи части территории акватории Каспийского моря Астраханской области? 3. Вопрос о бездействии главы и правительства по вопросам принятия мер, направленных на увеличение налоговых поступлений от нефтегазового сектора и обоснованности представления льгот по налогам. 4. Вопрос о нарушении при согласовании соглашения сотрудничестве с Паулу Койл и непредставлении на рассмотрении парламента проекта соглашения. 5. Вообще выводы неутешительные. Идет поэтапный демонтаж республики как субъекта. Уже многие лета. 6. Лишение части территории. Лишение части налоговых доходов бюджета. Нас фактически по куску передают в Астрахань. Все органы власти, что исполнительные, что законодательные – это декорации без реальных полномочий. Республика умышленно доведена до положения резервации, непригодной для нормальной жизни. Социально-экономическое гетто с отсутствующими источниками энергии, воды и коммуникациями. Лишенное всех доходов с доведенными до гуманитарной катастрофы и нищеты населениям. Для этого 26 лет держали полностью коррумпированных глав, которые разворовали и разрушили все в регионе. При полном бездействии и попустительстве всех надзорных и силовых органов. Теперь в рамке этой политики по поэтапному демонтажу республики был назначен наименее подготовленный и вообще некомпетентный кадр, не обладающий даже минимальным уровнем профессионального образования и опыта. Команда канала ЗАН онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением Максим Циденко. За полтора года из-за полного отсутствия управленческого и политического опыта в республике был устроен полный хаос общества, расколото на фоне тотальной нищеты и эпидемии коронавируса. Полная дезорганизация органов управления привела к ухудшению социально-экономической ситуации и неконтролируемому росту заболеваемости и смертности от коронавируса. Если все идет к экономическому и политическому процессу объединения двух депрессивных регионов, это приведет к взрывному росту социально-экономических и межнациональных проблем, гуманитарной катастрофе, которая может повлиять на ситуацию во всем регионе. Калмыкия граничит не с Северным Кавказом, а с двухмиллиардным исламским миром, где совершенно другой уклад жизни и ситуация, где есть радикальные религиозные течения и террористическое бандподфолие. С учетом открытого вооруженного конфликта и состояния войны в Закавказье этот фактор совсем не учитывается. Политика социально-экономического ослабления региона привела уже к самой массовой миграции населения из республики. До третьей экономически активного населения просто покинули республику в поисках лучшей доли. Если в 1943 году наш народ увозили насильно, то сегодня мы сами добровольно покидаем свою родину. Это привело к заселению опустевших территорий выходцами из соседних республик и соседних государств, где есть и радикальные течения, и бад пополье, связанные с мировыми центрами терроризма. У нас почти вся калмыцкая нефть, добываемая полукустарным образом мошенникам, укравшим бывшую калмнефть, вывозится и продается на самовары в дагестанский Кочубей. Это около 100 тысяч тонн нефти или порядка 2 миллиардов рублей. Это все нелегальный теневой оборот. Мало того, что это не пресекается и государство ничего не получает, может эти преступные доходы идут на финансирование терроризма. Понятно, что бизнес будет искать пути оптимизации налоговой нагрузки. Но при триллионной нагрузке несколько миллиардов уплаченных в бюджет нищего региона особой роли не сыграет. Тем более у Лукойла есть потенциал оптимизации на применение льгот и преференций на опасных производственных объектах или объектах повышенной сменности. Понятно, что можно поэтапно лишить всех ресурсов и полномочий, назначить невменяемого, но зависимого и послушного кадра. Можно за ближайшие 5-10 лет вообще полностью решить калмыцкий вопрос, выдавив активное население и деградировав оставшиеся. Остатки убитого региона тихо куда-нибудь присоединить. Что сейчас и происходит. Кроме водоканала, все остальные госструктуры в нашем регионе имеют статус филиала. Такие оптимизации очень дорого обойдутся в итоге. Кем будут заселены наши территории? В чьих интересах гуманитарная катастрофа и дестабилизация ситуации в регионе? Где под боком военный конфликт в Закавказье и зона геополитических интересов Запада и Турков? Кому нужен еще один очаг нестабильность? Вот такая вот цена льгот для компании Лукойла. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Даллэнхойрхудл. 72 небылицы», рассказ «Диалог Кэмэльгын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Даллэншинджэ. Гаданий по бараней лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям, и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке «Мендифт Эн Би». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.